всем привет с вами кекс и после прошлого видео я вам обещала снять видео о домашнем кетчупе я делаю заготовками себе на зиму и просто так сейчас кушать он из самых простых ингредиентов то есть и получается он у всех нам собственно для него понадобится помидоры яблоки перец я добавляю уже по собственному желанию то есть в классическом рецепте его нет и можете не ложить если вам не нравится лук нам еще понадобится лука тоже ну и в общем я расскажу я все дальше подробно вам расскажу еще нам понадобятся специи такие как вам нравится но я это использую чё с черный красный перец гвоздику лавровый лист можно еще там разные там типа кориандра добавить мускатный орех оно не стоит и я еще добавляю два зубчика чеснока ну тоже по вкусу как вам нравится для начала нам нужно измельчить наши овощи для того чтобы пропустить их через мясорубку то есть вот вы видите я измельчила перчик очистила от кожуры это обязательно очистить от кожуры яблоки яблоки тоже нужно порезать на дольки чтобы они проразили в мясорубку вот вы видите у меня все готово точно также мы поступаем соответственно режем лук подготавливаем в общем все наши продукты все что нам надо и сейчас мы будем измельчать по количеству я вам все расскажу а кстати очень хорошо если у вас есть вот такая вот насадка у нас это называется струмок в россии не знаю как она правильно называется просто поэтому скинула фото и или у вас должен быть вот такой погружной блендер тогда вообще у вас просто получится идеальной консистенции кетчуп вот смотрите в чем дело у меня этот струмок был но я его отдала маме попользоваться поэтому сейчас буду немножко изощряться покажу вам как чего но в общем самый лучший вариант это когда помидоры вы пропускаете через струмок вот этот еще раз повторюсь я не знаю как называется он правильно в россии то есть у нас это струмок то есть постарайтесь понимать меня если с этой насадкой вы пропустите помидоры там не останется кожуры и семечек нам собственно этого добиться и нужно мне придется пропускать мою смесь через сито поэтому я как бы сейчас просто все-все перемешку пропускаю через мясорубку вот но если вы пропустите помидоры через насадку то все остальные продукты вы пропускаете то есть лук яблоки и перец вы пропускаете их просто через мясорубку обычную не через насадку вот и в общем нам нужно это все добро слить в кастрюльку в которой мы будем это все варить учитывайте что смесь немножко может пениться и подниматься поэтому кастрюльку возьмите но чуть-чуть запасом она изначально вот такая вот густенькая получается у меня это еще раз повторюсь без насадки все сделано вы видите там и косточки от помидоров и немножко кожура поэтому вот такая вот у меня довольно густая масса получилась эту массу отправляем на 10 минут вариться чтобы размягчились и лучок и яблочко чтобы она размягчилась вот если у вас есть погружной блендер и вы пропустили уже все это добро были через насадку то есть вы сейчас просто проварив 10 минут слегка погружным блендером эту всю смесь под забьете вот чтобы она стала более однородной вот но мне придется немножко дольше с этим добром повозиться и собственно у кого нету ни погружного блендера не этого струнка тоже могут у по моему опыту сделать вот совершенно это вот так вот я проварить 10 минут свое добро все пропускаю через сито конечно это немножко геморройно но а что делать я не буду насухо перетирать если у вас нет погружного блендера вы перетираете вот так прям насухо сколько можете как бы чтобы остался у вас один жмых в этом сите если у вас есть погружной блендер то вы делаете ну просто основной жидкой старайтесь убрать как бы но не совсем насухо выдавливайте и складывайте отдельно в отдельную посуду и там мы сейчас это погружным блендером по крайней мере я перебью это потому что здесь вы видите получилось такая жиденькая масса совсем а здесь у меня вот такая вот полугустая кашица вот она нам собственно тоже нужна как бы она придаст консистенцию нашему кетчупу очень классно я вот вы видите перебиваю эту смесь погружным блендером она у меня становится практически однородно по сути в принципе если в леньке возиться уже можно уже даже перебив блендеров я смотрю что у меня там косточки такие меленькие как бы сейчас осенние помидорки там не супер такие здоровые косточки особенно если это сливка так это точно можно по сути вообще просто добавить вот эту смесь уже обратно перебитую и не возиться дальше вот но я решила уже показывать так показывать так что буду эту смесь еще раз пропускать через сито уже по полной программе как бы стараясь отжать как можно больше мякоти и сока с моей массы чтобы остался один жмых только косточки и шкурки больше ничего вот вы видите ложечкой придавливаю растираю как бы по ситу меня сито еще вот это вот очень маленькая вот поэтому провозиться мне пришлось долго если у вас большое особенно если большой и металлическая сито с ним вообще хорошо работать высыпали всю массу и за пять минут все перетерли вот вы видите вот у меня осталось совсем капелька здесь этих шкурок совсем вот чуть-чуть осталось вот и они практически вот сухие у меня там нету никакого уже от них смысла так поступаю я в общем со всей остальной этой массой вот и вы видите сейчас уже консистенция более густая у меня уже сейчас она как бы стала такая погуще не совсем вода вода вот потому что до этого была вода и остался вот у меня вот такой вот жмых сухой его я или выкидывали может у вас куда-то есть куда использовать говорят кто-то удобряет таким очень классно но я об этом не знаю мне в квартире удобрять особо нечего вот следующим этапом нам нужно добавить сюда соль и сахар так как я делаю всего здесь пол порции рецепт внизу под видео я вам укажу и на полную порцию и на пол порции так как делаю я я делаю на пол порции я использовала 075 столовой ложки соли с горкой с горкой обязательно с горкой и 075 стакана сахара можно ложить чуть меньше сахара чтобы он не был сладковатый но это по вкусу как вам нравится можно положить вот пол стакана на пол порции вот как ну я положила 075 стакана как написано в рецепте вот обратно возвращаем нашу массу на огонь доводим ее до хорошего такого закипения уменьшаем огонь на небольшой и оставляем все это добро варится у меня это уваривалась где-то минут 50 может там 40 50 минут до добавления специй 40 минут точно чтобы масса уварилась и загустела и начинаем сыпать туда специи специи можно вбросить чуть-чуть пораньше это я уже загнула вы поварите минут 30 и вбросите специи у меня это вот я бросила туда три гвоздички два лавровых листика довольно крупных вот перчика туда притрусила можно еще мускатного ореха добавить как вам нравится но очень круто туда добавлять гвоздику в самом конце когда масса у нас уже уварилась и прокипела минут 50 мы добавляем туда уксус и чеснок моем случае а кстати вон у меня уже стерилизуется баночки для консервирования моем случае на пол порции это 30 миллилитров и два зубчика чеснока я туда выдавила вот и еще две минуты после этого мы нашу смесь варим чтобы перекипел наш чеснок и закипела вся эта смесь у нас обратно и будем уже кому надо закатывать банки кому просто если вы тоже делаете маленькую порцию будьте уверены на вот так разойдется у вас очень быстро но так как у меня уже закрытых две полных порции вот эта половина и одну порцию мы уже съели так что в общем не буду загромождать эффект собственно стерилизованные банки я разливаю уже свой кетчуп кетчуп обязательно нужно разлить вот так вот полностью впритык по верх аж до самой до самого горлышка чтобы не оставалось воздуха чтобы у нас не испортилось наше все добро у меня уже здесь прокипели крышечки вот такие вот металлические для консервирования можно конечно воспользоваться обычными с ключом ну я люблю вот так чтобы не возиться вот у меня здесь вышло получается две банки по пол-литра одна банка на 300 грамм и еще вот в тарелке у меня здесь где-то грамм я не знаю 150 может ну вот где-то где-то в этом районе я потом очень вкусно вот себе с макарошками очень вкусно в общем попробуйте в общем этот кетчуп абсолютно простые ингредиенты абсолютно все просто быстро и ваши оценят это на самом деле очень вкусно а с и